Валерий Солк И поэтому всегда рады гостям, которые уже прошли этот путь становления медицинского центра, которые могут поделиться своим опытом, знаниями и, собственно, помочь сделать работу новых медицинских центров более эффективным и успешным Мы сегодня обязательно поговорим про рынок, про твою сеть клиник, вообще как все это происходило, как развивалось Но я хотел бы начать немножко с другого, потому что нельзя пройти такой момент, как у тебя очень интересный карьерный путь Он просто невероятно интересен тем, что, с одной стороны, ты побывал в роли топ-менеджера очень крупных компаний Вот из того, что я смог найти в интернете, ты поправь, все ли я сумел уже найти Это в зоне фармацевтики, генеральный директор 36.6, руководящая позиции дистрибьюторов Росип фармацевтики, аптека Холдинг, это фармацевтика Телеком, соответственно, генеральный директор Биталинг, руководитель управляющей компании Цифроград Совершенно другая индустрия, чем фармацевтика На пять лет Да, и потом еще и ритейл, да, X5 X5 и магнит И последний, да, громкий проект Но магнит это уже, собственно, коллаборация, это можно так назвать, здоровье и, так сказать, ритейла продуктового Потому что там как раз я вела проект «Здоровье и красота» Вот, да, действительно, все верно В общем, здесь не подерешься, интернет рассказал практически все Что касается вообще, как бы, изначально, как, почему фармацевтика, это, там, по сути, там, перст судьбы В 93-м году я заканчивала университет, университет управления И на тот момент, ну, не надо напоминать, что такое 93-й год В общем, была достаточно, так сказать, достаточно свободная возможность по тому, куда пойти вот работать После окончания университета И мне просто повезло, компания Bayer, всем нам известная, выходила тогда на рынок российский И открыла представительство И, по сути, вот первые пять лет моей жизни в качестве уже, так сказать, взрослого и работающего человека Это была компания Bayer, фармацевтическое подразделение именно рецептурных препаратов И мы, в общем, выводили на рынок те препараты, которые сейчас уже громкие и достаточно давно известны Цепробай, Глюкобай, Адалат, Нематоп, да, вот эти все позиции Мы их запускали, выводили на рынок Закончила я работать в компании Bayer уже National Sales Manager И вот с тех пор как-то так получилось, что в основном это были компании, которыми надо было руководить, заниматься им Я не могу не рассказать, очень часто вспоминаю эту историю, как, собственно, мы познакомились Я работал в дистрибьюторе компании PharmaService И в 98-м году компания не смогла пережить кризис, который в тот год проходил И была назначена процедура банкротства И мы знали, что придет команда внешнего управления Я себе представлял внешнее управление, что придет всегда власый человек Который уже управлял кучей заводов, газет, пароходов И вместо этого приходят трое очень молодых ребят И это было большое удивление для нас Которые взяли компании уже под антикризисное управление Собственно, так мы и познакомились Один из этих менеджеров был Валерий Это как раз команда была выходцев из Bayer То есть у нас было трое И мы прекрасно друг с другом, понимая бизнес, понимая фармацитическую ситуацию Понимая логику текущей ситуации на рынке Мы с этой задачей справлялись Да, было интересно Карьера топ-менеджеров с одной стороны С другой стороны уже в 2007 году появилась преамбула, правильно? Совершенно верно То есть это другая абсолютно роль, уже роль предпринимателя Так, как это, хусь мистер Путин Кто вы все-таки, Валерий? Ты предприниматель или топ-менеджер? Что ближе? Очень как это, я к умному или к красивому Я не знаю Еще здесь, на данном моменте я, наверное, могу сказать следующее Что моя предпринимательская внутренность Или там, не знаю, стержень предпринимательский Он не сразу далеко образовался Да, действительно, мы в 2007 году создали компанию Прямо было ей уже 15 лет Вот мы отметили в этом году Но создали мы ее, на мой взгляд, немножко Ну не то чтобы случайно Да, но скорее на каком-то таком драйве Желание сделать что-то новое Да, но не осознавая полностью Вот это как финансовый проект Или как проект, на котором там будут зарабатываться деньги Давай-давай, да? Да, да У нас наш, собственно, непокойный, но любимый акционер Главный врач нашей компании Такой у нас был Дмитрий Владимирович Тимцов Тимцов, это мой друг детства Он, собственно, педиатр Был, так сказать, педиатром действительно таким значимым От Бога Вся Москва, в общем, знала и любила И мы как-то вот с ним встретились Сидели, пили чай И что-то такое начали разговаривать А почему, вот почему ты работаешь, например, в клинике не своей Да, то есть у меня не хватает каких-то компетенций А давай попробуем И вот мы, собственно, таким образом А, муж у меня, значит, финансист Он быстренько сел, посчитал модель Вот, и что-то нам так эта модель понравилась Она была такая прям вот симпатичная Вот эта экономическая модель Понятно, что мы там далеко не все учли на тот момент Что мы там промазали с основным параметром Это с количеством посещений Сильно промазали Скажем так, мы достигли этого параметра через три года Ну, то есть прилично Ну, терпимо Главное, что достигаем Не, ну сейчас-то мы уже перестигли То есть, да, уже, так сказать, он значимо больше Но, в общем, на тот момент нам показалось, что это прям прекрасно Вот, и сразу мы считали модель на пяти клиниках Слава богу, что открыли две сначала И логика была следующая Что хорошая качественная медицина, достойная медицина Она должна прийти к человеку То есть не человек к медицине Да, не человек должен сесть там на метро или там на машину Поехать в центр За хорошей качественной медициной, да А хорошая качественная медицина будет открываться там, где вы живете Ну, как бы, это районы спальники Это районы, где там, собственно, молодые родители Ипотечники, да То есть где они покупают квартиры И, в общем, так сказать, там все плохо с медициной На тот момент было Ну и сейчас, в общем, надо сказать, что там немного На текущем моменте таких, ну, как бы Да, сначала частные клиники открывались в центре И потом потихоньку уже распределялись Вот, и здесь мы нашли наш, так называемый, Blue Ocean Да, здесь действительно практически не было конкуренции Понятно, государственные клиники, как конкуренты Да, но на том моменте Ну, сейчас мы понимаем уже, что мы с ними конкурируем А как бы так, на том моменте мы этого не понимали, не чувствовали В общем, пояснишь детские клиники, да Профиль, да, мы про это не упомянули Изначально мы открывались как многопрофильные То есть первый год, да, мы почему-то думали Что мы можем себе такой, значит, вот многопрофильность такую Позволить Да, совершенно верно, позволить И сделать как бы и то, и другое На моменте стало понятно То есть когда мы уже начали работать Стало понятно, что если мы многопрофильная клиника То мы должны как-то, ну, не знаю То есть чем-то четко сформулированным отличаться Должен быть какой-то свой, там, не знаю, подход Или что-то достаточно значимое То есть мы не можем быть одним из каких-то там, значит, вот лечебных центров Мы поняли, что все-таки, раз у нас и главный врач-педиатр И, в принципе, действительно там достаточно много вот рожают Да, то есть это такой тренд Мы поняли, что сфокусироваться на педиатрии будет И всем, и нам понятнее, и, собственно, людям понятнее И как бы интереснее И где-то, наверное, вот мы через года полтора, может быть, два Мы начали фокусироваться И стали улавливать те тренды уже через опыт Через какие-то там, не знаю, как бы реальные вещи Стали улавливать необходимость создавать дополнительные сервисы В этих детских клиниках То есть стало понятно, что, например, детская поликлиника Мы должны представлять всех врачей-специалистов Необходимых для ведения там маленьких детишек новорожденных И так далее Что если хотя бы там одного специалиста у нас нет Который необходим, например, для осмотров первого года жизни Или для каких-то там, собственно, диспансеризации То мы уже не можем этот сервис полноценно оказать Или, например, если мы понимаем, что у нас нет какого-то вида обследования А он необходим То есть, соответственно, мы тоже не можем целостную услугу сделать И дальше, ну так вот потихоньку-полегоньку Мы поняли, что, соответственно, надо выстраивать полноценный Именно детский, именно направленный, сфокусированный на детство Набор услуг И именно сервис нацеленный на детей Вот сейчас у нас работает 10 поликлиник Из них 8 поликлиник Это полноценные детские поликлиники И 2 это стоматологические клиники Фокус, понятно, на детишек Но, соответственно, взрослых мы там тоже можем лечить Но, соответственно, по уровню и по взаимодействию с пациентами Мы, конечно, на детей А тяжело дался шаг открыть вторую клинику? Значит, открыли мы две клиники Одна была в Жлебино открыта Вторая на другом конце в Бутово открыта Чтобы уж совсем нам было лихо Открыли мы их где-то с переливом, наверное, в несколько месяцев 4-5 месяцев Это уже 7-й год, да? Это 7-й год Это прям оба 7-й год Ну, мы же не знали о том, что вот он будет кризис У нас была иллюзия, что, так сказать, все будет хорошо И, ну, мы же оптимисты Ну вот, и, собственно, после того, как мы открыли две клиники Вот следующие уже, третью и четвертую Мы открыли уже сильно позже То есть мы сначала вывели эти клиники на внятный уровень Мы стали понимать, что необходимо Как это, собственно, должно выглядеть И с точки зрения процессов И с точки зрения, как бы, набора услуг И подходов к, там, собственно, к лечению Вот только после этого мы поняли, что да, мы можем уже Все позволить открыть третью и четвертую Вот После этого Практически каждый год мы открывали по две За исключением пандемии Потому что в пандемии мы получили падение Существенное падение выручки Один год Вот двадцатый год у нас был Прямо серьезно Мы потеряли в трафике, в выручке Поэтому мы пропустили Вот двадцатый год, двадцатый первый год И вот сейчас открыли десятую уже Ну, уже там, сейчас, да? Да, прям вот сейчас Что я могу сказать еще про то, что Ну, в силу того, что мы уже наработали Логику, понимание, как открываться Да, сейчас нам открытие Во-первых, мы гораздо быстрее это делаем С точки зрения самого построения процесса открытия Потому что мы понимаем, где должно быть помещение Какое, как его отлицензировать Собственно, какое оборудование туда поставить Когда начинать подбирать персонал Какой персонал, да? Когда открывать ресепшн Когда начинать запись Ну, в общем, вот эти вещи А драйв при этом не уходит такой предприниматель Когда уже все знаешь Нет Уже такая рутина фактически Ну, поэтому прилились Почему? Потому что если первые клиники Которые мы открывали Мы выходили на нормальную загрузку Нормальный поток Ну, не знаю, там Через год То сейчас мы открываем клиники Мы выходим на нормальную загрузку Фактически там, не знаю Второй, третий месяц Я уже молчу про стоматологию У меня, так сказать Наши друзья-стоматологи Они немножко, так сказать Шокированы бывают Когда мы говорим Что мы открываем стоматологию Она на второй месяц Выходит на полную загрузку Причем 3-4 кресла Это там не одно кресло Почему? Потому что мы понимаем, как сейчас конвертировать тот трафик и тех пациентов, которые у нас есть в общей практике, в детстве, в педиатрии, как конвертировать в стоматологию, где ее необходимо открыть, как сделать так, чтобы они узнали правильные люди и правильно его загрузить. Поэтому драйв, наоборот, растет. Когда ты видишь, что у тебя есть возможность открыть клинику и быстро ее запустить, быстро ее вывести на хорошую рентабельность, ну, что тут говорить про драйв? Конечно, он есть. И если мы опять же говорим про, ну, ты там говорил, я все-таки менеджер или я предприниматель, да, конечно, изначально я к этому подходила как менеджер. И, ну, когда ты приходишь из огромной компании, там, из того же, не знаю, магниты, X5, приходишь к своей, значит, вот этой вот лельчике, там, 7 этих самых поликлиник или там 8 поликлиник, да, там, муж говорил, спрячь огнемет, пожалуйста, да, то есть убери, не надо здесь, значит, размахивать. Муж управляющий партнер, поэтому, да, не надо здесь размахивать, значит, вот этим вот оружием своим, да, ты сейчас тут, в общем, понаделаешь дел. Я страшно обижалась, говорил, как же так, я же вот менеджер, у меня хороший опыт, я умею, значит, вот умею, там, быстро. Но нет, выяснилось, что здесь надо по-другому. Вот в чем это разница, да? Разница, я вот, ты знаешь, это на нюансе. Я могу тебе так сказать, да, что это какое-то внутреннее ощущение того, что вот сейчас я отношусь к своим поликлиникам, к своей компании, как к главному делу моей жизни. И мои партнеры, их двое сейчас, да, это вот мой спруг и наш соседитель Максим Курашов, они тоже относятся к этому, как к делу жизни. И здесь вопрос не в том, чтобы, например, да, то есть монетизироваться, там, не знаю, там, капитализироваться, продать, выйти, стать богатыми, уехать, там, не знаю, куда-то. Наоборот, да, то есть не хочется продавать, не хочется, там, не знаю, привлекать внешних инвесторов, потому что это настолько нравится, потому что это настолько дело души, потому что это настолько вот с точки зрения даже, как сказать, с точки зрения даже каждого нового нюанса процесса, чего угодно, настолько хочется, чтобы он стал лучше, лучше и лучше, что это вот прям, ну это очень интересно, это очень драйвово, это заводит. Я могу своими ощущениями поделиться, потому что я тоже руководитель достаточно крупной компании, в прошлом и сейчас начинающий предприниматель, в чем я вижу разницу, мне многие решения в своем бизнесе даются легче, рискованно, чем когда я управляю, как человек ответственный, чужими деньгами, да, то есть я должен быть очень аккуратен, изберечь деньги акционеров, здесь если я потеряю что-то, ну потеряю, это вот здесь больше, больше. Да, попал в свободы, потому что здесь даже некоторые вещи, которые мы делаем, они иногда, мы можем себе позволить интуитивные решения принимать. Абсолютно, да. И ты не будешь потом никому рассказывать, зачем ты это сделал, почему ты это сделал, ты это сделал, тебе показалось, что это необходимо, значит, соответственно, ты принял это решение. Это правда. И, с другой стороны, да, то есть ты понимаешь, отдавая себе отчет, что да, окей, я рискую, ну какой-то суммы или там каким-то, там, не знаю, процессом, да, я им рискую, но я отдаю себе отчет, что я буду делать дальше, и как я потом, соответственно, буду из этой ситуации выходить. Это, и тебе не надо доказывать, тебе не надо это никому, там, советую директоров из 15 человек с презентациями объяснять, получать на это, значит, добро, терять время, там, и все остальное. Это очень интересная штука, и ты, когда понимаешь это, когда ты чувствуешь это, да, то есть ты по-другому совершенно живешь. Я не знаю, ты, может быть, меня поддержишь или, наоборот, не согласишься, но работа топ-менеджера в крупной компании – это стресс. Это стресс постоянный, ты все время находишься под прессингом. У тебя все время есть ответственность, у тебя все время, даже не перед собой, перед компанией, перед бордом, перед, соответственно, есть компания публичная, перед акционерами, да, то есть там стоимость акций, там, не знаю, не знаю. В общем, ты все время чувствуешь какое-то давление, да, на себя и сам его создаешь себе. И очень много вещей ты делаешь для того, чтобы обезопаситься, для того, чтобы не себя обезопасить, а обезопасить ситуацию. Компанию. Да, компанию, ситуацию. Очень много вещей ты делаешь для того, чтобы просто коммуницировать с теми людьми, которым ты объясняешь, что ты думаешь. Ну, совет директоров, да, то есть люди, которые прекрасные специалисты в какой-то области, но неважные специалисты в той области, в которой ты работаешь, да. Ты вынужден делать очень много разных, так сказать, движений для того, чтобы они поняли, что ты делаешь, для чего ты это делаешь, да. Часто ты теряешь при этом время, да, то есть решение ты не можешь принять его и тут же, там, не знаю, выполнить. Ты должен добиться того, чтобы тебе его утвердили, получить на него финансирование, только после этого начало начинать делать. Да, может, его уже и поздно делать. Ну, в общем, такая. Но в то же время что-то тебя все-таки сподвигло поменять роль предпринимателя уже большой сити-клиник и вернуться, не вернуться, пойти в проект «Магнит». Да, что было мотивом? Да, совершенно верно. Ты прав. Что-то, что-то все-таки заделало. Это, да, это мотивация, да. Струнки души, которые... Мы, граждане, активные такие, мы мотивируемся на что? На задачу, да, то есть если тебе говорят, что есть вот такой проект, во-первых, он огромный, во-вторых, он не имеет прецедентов, то есть, ну, как бы ты его будешь делать фактически с нуля, и даже там, бенчмарков у тебя нет, у тебя есть с чем сравнить, да, то есть то, что ты делаешь, как оно там могло бы быть. Пару слов про проект можно... Проект «Прекрасен», он назывался «Магнит здоровья» и потом «Магнит здоровья и красота». Изначально точка зрения, ну, на тот момент менеджмента и борда в «Магните» была такова, что, естественно, потребитель, который приходит в любой магазин «Магнит», он имеет потребность не только в продукте питания, но и удовлетворить другие свои там какие-то потребности. То есть он может тоже здесь, например, это потребность в обеспечении там здоровья, например, да, это аптеки те же, да, но почему он должен идти в аптеку другую, покупать там себе что-то, значит, соответственно, какое-то лекарство, он может прекрасно это сделать тут же на территории «Магнитов» в аптеке «Магнит». Или, например, он заинтересован в, не знаю, там, проверке какого-то своего параметра здоровья, достаточно быстрого. То есть зачем ему идти куда-то, в какую-то лабораторию для того, чтобы там, собственно, это проверить, сдать, и он может это сделать здесь же. То есть у нас даже, мы там разговаривали со многими лабораториями, в том числе с известными тебе, твоими бывшими, так сказать, коллегами, на предмет того, что мы можем делать даже такую партнерскую программу ставить. То есть лаборатория неинвазивные, а которые человек может, там, антивандальные, самообслуживание. Вот, потом полки здорового питания в самих магазинах, да, то есть это отдельный сейчас тренд, это отдельный интерес, и мы могли бы увязывать, да, эту историю. То есть, например, человек сдал, прошел какой-то, значит, там, анализ, сделал исследование своего состояния здоровья, ему тут же выдается рекомендация, собственно, какие продукты питания могут быть в этой ситуации важны и полезны, где их найти, скидка на них сразу же, там, ну, понятно, за, как бы, пакет этот. И в аптеке он тоже мог тратить те баллы, которые зарабатывал на, там, собственно, программе лояльности внутри магнита, да, он их точно так же мог реализовывать и в аптеке. Вот, далее мы шли, там, по пути, ну, как бы, логика была построения всего, что там дальше уже подключается, здоровый образ жизни в виде фитнесов, в виде, там, каких-то дополнительных активностей, да, то есть, это такая прям вот будет, будет набор, набор, набор всего, что будет связано со здоровым образованием. Ну, я тебя перебью по мотивацию все-таки, да, и вот, рассказали про такой большой проект. И на тот момент я не работала уже в найме два года, мы занимались, да, собственными поликлиниками, ну, и, в общем, я посмотрела, жалобно на мужа, сказала, ты же, так сказать, без меня, без меня столько лет управлял поликлиниками, поеду-ка я в Краснодар поработать. Вот, он меня поддержал, надо дать ему должное, на два, там, с небольшим, на два, почти на два с половиной года я уехала, собственно, в Краснодар. Ну, тоже, кстати, очень интересный опыт, потому что достаточно, мы немобильные внутри страны, да, и вот этот тренд, что можно взять, все бросить, поехать в другой город, с насиженного места, там, не будучи, там, совсем, там, уже, там, ну, там, в самом начале карьерного пути, это надо, в общем-то, решиться. Ну, это... Как дался этот шаг, и вообще, как происходил переезд, может, какие-то советы, кто думает поменять место жительства ради карьерного роста? Здесь, в моей практике, это не первый такой опыт, да, то есть у меня был опыт как раз в кризисе 2008 года, когда там было все-таки одно упущение в моей этой самой карьерной истории. История, да, 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 у меня был проект, который мы начинали в Москве, это был одежный фэшн-проект, его создавала компания Sminex, которая занимается в основном девелопментом, и сейчас эта компания, которая занимается девелопментом, на том моменте ее акционер хотел выходить в такие, ну, как бы, ритейловые проекты, создавать ритейловые проекты. И мы начали, собственно, делать одежду, грохнулся восьмой год, проект закрыли, я оказалась, так сказать, не у дел, и меня пригласили в Украину. Это было Киев, я туда уехала работать на тоже почти два, ну, полтора года, там на тот момент были очень актуальные сети Дрогери, которые теперь у нас тоже уже есть, а на тот момент в Украине они были прямо вот в расцвете, и вот руководить одной из этих сетей меня пригласили в Украину. То есть сеть была по всей Украине, по всем городам крупным, и, собственно, практически полтора или там около двух лет я там прожила. Поэтому, я думаю, да, что, раз уже был этот опыт у меня, и он был удачен с точки зрения перемещения, и мы смогли найти коммуникацию, то есть я не все бросила, как ты говоришь, да, я смогла, ну, как бы, и приезжать сюда, в Москву, да, и каким-то образом... То есть на два города, в принципе. Да, 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 и каким-то образом взаимодействовать и там с родными, понятно, и с компанией, да, то есть это было все-таки уже реалистично, да, поэтому с Краснодаром все было значительно проще. Ну, во-первых, летали самолеты в день по несколько рейсов. Во-вторых, нас таких было несколько человек, да, то есть московский менеджмент понаехал, что называется, в Краснодар на тот момент. Вот, и было понятно, да, что там нам помогали, да, организовывать быт, там, арендовать жилье каким-то образом, там, собственно, с этим было, не было проблем никаких. Ну, и, в принципе, интернет, он же везде, как бы, интернет, да, то есть ты можешь спокойно, там, смотреть в камеру, видеть свою компанию в Москве, да, и там, что у тебя происходит на ресепшне в твоей клинике, или, там, собственно, смотреть. А у нас... Ты часто смотришь, вот... В камеру уже нет, уже теперь нет. Честный, хороший, честный... Да, уже теперь нет. Меня было... А кто-то сматывает. Мы сейчас построили систему управления, когда ты видишь в реальном времени происходящие транзакции. И камера тебе нужна по прецеденту. То есть ты не имеешь такой постоянной потребности следить. Да, да, если ты понимаешь, что, например, что-то там где-то, да, на что-то вот там прекратили биться чеки, или, там, не знаю, что-то, ну, какая-то там, не знаю, какая-то ситуация, которую ты видишь по транзакции, ты тогда можешь посмотреть. Или, например, у тебя есть, у нас есть система событий, у тебя есть конфликтная ситуация. Я очень хочу проспрашивать про IT в преамбуле, чуть позже, да, у меня прям есть несколько... Как скажешь, да. Я хочу, не уходя далеко от темы с магнитом, задать такой вопрос. Мы буквально на днях дискутировали с одним, с моим партнером на такую тему. Вот, в принципе, многие успешные лидеры в своих отраслях идут по такому пути. Я умею хорошо продавать лекарства, давай-ка я еще свой поток направлю на то, что я буду продавать анализы. Я хорошо занимаюсь анализами, давай-ка я начну еще врачебными услугами заниматься. Я хороший банк, давай-ка я начну еще доставкой и прочее, прочее. На мой взгляд... Есть прекрасный термин «экосистема». Да, вот это та самая экосистема. Вот я, как потребитель, вот прям на физиологическом уровне сопротивляюсь, когда мне пытаются монетизировать ту услугу, которую люди умеют делать хорошо, но еще что-то мне дополнительно включать. Не является ли это таким тупиковой ветвью развития? Умеешь ты чем-то хорошо заниматься? Занимайся этим, будь сильным в своей, не надо лезть на чужие поляна. Я вот смотри, я здесь с тобой и соглашусь, и не соглашусь, да, потому что, например, то, что касается экосистем, там, ну, не знаю, таких вот больших, как там банк, который решил заниматься всем. Доставка, еще чем-то, еще чем-то, еще чем-то, да. Здесь, наверное, я с тобой в первую очередь соглашусь, да, потому что понятно, что, да, действительно, ресурс там есть, но это скорее финансовый ресурс, чем какой-либо другой, да. То есть, когда ты не владеешь компетенцией, ты, ну, вынужден ее покупать или вынужден ее создавать, или ты, ну, как-то, не знаю, в общем, пытаешься это все собрать из кубика рубика. Но если ты говоришь, например, про ритейл, у тебя есть ноги, которые идут в эти двери. Эти ноги приносят тебе денежку в кошельке. У этих ног точно есть потребность, которая я, ну, как бы, она физически существует, да, то есть, не та потребность, которая, возможно, когда-нибудь возникнет. Она постоянно, она витальная, то есть, у нас с тобой как бы бизнес витальный, да. Ты уже умеешь работать с ритейлом, ты уже умеешь фактически привлекать этих людей в конкретное помещение, ты добавь в это помещение еще, ну, как бы полку с другим товаром, который будет релевантен этой аудитории или там, как бы, комплементарен тому, что уже там покупается, да, и фактически ты этот вопрос решил. Да, понятно, в аптеках есть свои, так сказать, нюансы с точки зрения лицензирования, с точки зрения, там, персонала, да, но это, опять же, решается на уровне, ну, собственно, вот, привлечения компетентных людей, да. То есть, там, ты добавил, ты лицензируешь алкоголь, да, ты лицензируешь, там, фармацевтику. Ну, понятно, что две разные лицензии, да, но логика все равно плюс-минус, да. Вот, и, конечно, там была огромная синергия по, ну, так сказать, и по аренде помещений по ставкам, ты знаешь, да, что какие самые дорогие ставки, они, естественно, у маленьких объектов. А здесь ты берешь полноценное помещение, как хочешь, вот там, собственно, разбиваешь по ставке. Причем аренда уже оплачивается. Конечно, конечно. Кур бизнеса, да, практически. Ты, соответственно, получаешь логистику, понятно, что в данном случае мы логистику все равно достраивали, потому что это штучная сборка, и потому что это протянный учет, которого нет продуктов, да, но это все равно было проще, когда у тебя уже, там, большая, достаточно логистика, логистическая структура, ты все равно с этим, там, и с транспортом ты экономишь, и так далее. Синергетически это выгодно, да, однозначно. Слушай, очень тоже меня интересует такой вопрос, интересен. Вот последнее время, тренд последнее время в управлении медицинскими центрами, что приходят люди из ритейла и смежных отраслей. Очень долгое время управление медицинскими компаниями, оно было, скажем так, на плечах либо людей из врачебной среды, либо на тех, кто вырос вместе с компаниями. То есть такая достаточно закрытая была индустрия, но все чаще и чаще сейчас в управление приходят люди из того же самого ритейла. Вот на твой взгляд, есть ли отличия, вот скажем так, в управлении медицинским бизнесом, управлением телекомом, управлением ритейлом, все ли технологии легко перекладываются на управление медициной или нет? Есть ли какие-то, потому что ты и там, и там поработал в качестве управляющего, управленца, и наверняка чувствуешь вот эти нюансы? Могу тебе ответить таким образом, что если ты понимаешь движок бизнеса, ты понимаешь, откуда берутся доходы, прибыль в этом бизнесе, ты понимаешь этот механизм, то ты сможешь, если ты хороший, качественный менеджер, ты сможешь найти способы его реализовать. Но здесь все-таки надо отдавать себе отчет в том, что медицина – это услуга. Это не тот ритейл, который работает с продуктом, это не тот ритейл, который продает непосредственно товар. Это услуга, и это очень сложная услуга. Это услуга, с которой ты должен работать очень аккуратно, потому что это все-таки здоровье, а у нас еще и детское здоровье, то есть это дополнительные сложности. И вот здесь ты не должен никогда качество услуги принести в жертву дохода или в жертву какой-то коммерческой выгоды и так далее. То есть это все-таки базовые вещи. И здесь очень важно, действительно, многие ритейловые, опять же, если это ритейл, который был не такой массовый, а не продуктовый, например, или ритейл, который работал с потребителем, с клиентом, как с клиентом, то есть там можно эти технологии использовать, но ни в коем случае нельзя, опять же, ставить в первую голову технологию работы как продавца с покупателем, а именно важно понимать потребность пациента, потребность твоего клиента в этой услуге. Вот я так сформулирую. У нас еще есть такая история, что наш клиент – это не только наш пациент, это еще и доктор, который у нас работает. Почему? Потому что доктор – это самое главное в медицине. То есть если врачу доверяют, если врач компетентен, если врач в состоянии коммуницировать со своими коллегами, передавая, получая от них правильную обратную связь с точки зрения их сферы ответственности, ну опять же, ребеночек, он же из многих частей, из запчастей состоит, да, то есть здесь очень важно вот это, да, то есть именно профессионализм, именно компетентность, именно возможность совместной деятельности коллективной, как вот оркестр, да, вот есть оркестр, то у нас, вот мне кажется, что наши врачи, они работают как оркестр, да, они все вместе создают такую, ну как бы услугу здоровья, услугу для вот наших вот маленьких пациентов. Поэтому здесь очень важно еще, да, технологически не забывать про это, да, то есть если хорошо доктору, хорошо пациенту. Если мы перестанем обращать внимание на врача, как на, не знаю, самый главный инструмент, на самый главный наш, так сказать, актив, и просто будем им велеть, то есть вставить вот в этот процесс и начни делать вот так. Ну все, это все рассыпается, да, то есть это как бы не работает. У меня, например, мнение, что именно рынок платных медицинских услуг, он гораздо менее конкурентен, чем тот же ритейл или фармацевтик, и, соответственно, многие ошибки менеджмента, они могут прощаться за счет того, что просто слабая конкуренция еще, и требования к управлению вот смежных отраслей, да, там тот же телеком или ритейл, выше, чем, чем, там, вот сейчас, например, я думаю, что в частных медицинских практиках сейчас собственники, акционеры не готовы к оценке качества менеджмента. Не было вот этой практики, да, и, в принципе, когда тебе не с чем сравнить, да, то ты, в общем-то, ну как-то и так, ничего, да, или там, вот мы что-то новенькое придумали, окей, ладно. А вот когда будет бенч, когда нарастет, да, вот это вот количество уже опытных, набравшихся, конкретно в этом рынке опыта менеджеров, тогда, наверное, это уже будет, ну, я думаю, что это еще, конечно, будет не очень скоро, но тренд на это заметен, по крайней мере, крупные вот эти организации. Ну, и конкуренция усиливается, и, наверное, мы как раз подходим логично к вопросу, как будет вести себя рынок, да, потому что он, пока он активно рос, то места хватало всем, и можно было, скажем так, вовремя открыть тот или иной медицинский центр, пережить какой-то детский период развития, и он так или иначе нарабатывал свою клиентуру. Сейчас все становится сложнее, на мой взгляд, и мы уже достаточно подходим к стадии зрелости такого рынка, и будет все зависеть от того, как вообще будет развиваться ситуация экономическая в стране, будет ли он дальше расти теми же темпами, как он рос до этого. Вот давай поговорим про твою оценку того, как сейчас чувствует себя рынок платных медицинских услуг, и как сегмент педиатрии в частности, что происходит, какие перспективы, что ты думаешь. Вот смотри, Сереж, я честно, я не могу с тобой согласиться, что рынок зрелый, ну, как бы, что он подходит к стадии зрелости. Для меня, как бы, стадия зрелости – это стадия консолидации. Если мы посмотрим консолидацию этого рынка, ну, она, ее нет. Ну, как бы, рынок гигантский, доля, там, не знаю, пяти самых крупных, мизерная. Да, действительно, есть хорошие крупные компании, которые имеют, ну, достаточно большие обороты. В сегменте лабораторной диагностики консолидация идет полным ходом. Понятно, но это лабораторная диагностика. А мы с тобой говорим про медицину, да. Если, например, если брать узкую, ну, не знаю, там, какой-нибудь диализ, наверняка он тоже консолидирован, да, то есть, ну, потому что это оборудование, потому что это, ну, там, много раз. Если мы берем в целом медицинский рынок в разных сегментах, ну, вот, многопрофильных, например, клиник, поликлиник даже, не стационарных, то он расконсолидирован. Если мы берем детство, там нет консолидации, ну, как бы, совсем. Не соглашусь, да. Поэтому я бы сказала так, что на данном моменте рынок неконкурентный, ну, в смысле, он не жесткий. То есть, достаточно тяжело войти в сегмент медицины по двум причинам, потому что, ну, как бы, это достаточно большие инвестиции все-таки, да, потому что это требования к ремонту, это оборудование, это лицензирование, это, ну, там, определенный персонал, который необходим, да, для того, чтобы все. Вот, войти в него сложно, и период вот этот, ну, скажем так, как ты говоришь, детства, да, период раскачки, он все равно будет, да, то есть, поэтому здесь надо быть просто к этому готовыми, иметь какую-то финансовую там подушку, кроме компетенций медицинских, да, но мне кажется, что там еще много, так сказать. Надо сказать, что не только капиталоемкий бизнес, он еще очень длинный по срокам возврата инвестиций. Существует миф, что это очень-очень быстро окупаемый бизнес, да, но большая часть таких инфраструктурных проектов при расчетах сейчас уходит, там, за 7-10 лет возврата инвестиций. Это, опять же, надо смотреть, что это за медицина, потому что есть... А все, что касается тяжелого оборудования, да. Если это стационар, мы, да, мы же, у нас же тоже была вот эта вот мысль, окей, у нас уже есть достаточно много пациентов, которых мы могли бы как-то еще дополнительным, там, каким-то, так сказать, видом медицинских, медицинских услуг еще, там, собственно, дополнить себя. Мы думали, там, про стационары, мы думали про какие-то, там, ну, достаточно крупные уже проекты. Ну, для нас не летит, потому что, если мы откроем еще 10, ну, как бы, таких же, они полетят и там будет еще... И есть где открывать еще. Хватает, хватает. Даже Москвы, вот, как бы, Москва, Московская область даже здесь хватает, да, с точки зрения потенциала. Я уже не говорю про другие города. Франшиза, я считала, франшиза вообще не работает на этой теме, потому что, первое, ее нечем монетизировать, ну, как бы, ты ничего, кроме услуги, не продашь, да, то есть, в отличие, там, от тех франшиз, которые работают на плюс еще, там, расходники, там, еще что-то, да, там, народные. Вот, а второе, это гарантия качества. Как ты будешь отвечать за качество, да, то есть, чем ты будешь отвечать, каким образом ты будешь влиять на это, поэтому здесь, ну, как бы, нет, да, то есть, здесь ты можешь только, как бы, самостоятельно дальше, ну, там, развиваться. Вот, потенциально, на мой взгляд, да, то есть, еще достаточно... То есть, ты видишь, что рынок будет развиваться, что он далек еще от насыщения? Да, да. Особенно региональные рынки, с ними, ну, вот, опять же, я много достаточно жила в других городах, работала, и там, собственно, по командировкам ездила, сложно, там, конечно, медицина, сложно. И здесь, в общем, надо просто, ну, отдавать себе отчет о том, что там, конечно, там будет и посложнее с точки зрения, ну, там, средний чек пониже, возможно, там какие-то, там, требования к помещениям и так далее, да, но там поле не паханое. Очень много, на мой взгляд, можно там сделать. В случае, если там есть врачи. Они же тоже не везде живут. Да, это вот большая проблема, да, у комплекта. А заметил ли ты как-то изменение модели поведения потребителей, вот, в связи с тем, что мы вот прошли такой тяжелый период с пандемией, сейчас вот такой экономический кризис, вот, как-то меняется потребление именно услуг? Ну, ты почувствовали спад, да, в пандемию? Спад мы почувствовали прямо вот сразу, да. Поведение, да, то есть это, по всей видимости, замещение на государственный сектор, по всей видимости? Нет, там была история, Сергей, очень простая. Люди боялись выходить вообще из домов, ну, ты помнишь, да, то есть там в этот магазин сходить, это уже, так сказать, целый поход. Да, как выездные службы, по всей видимости, должны были. И боялись приглашать к себе. То есть у нас был спад именно поэтому. То есть к нам не то, что, это все равно как с ребенком пойти там в кино, или как с ребенком пойти, там, не знаю, ну, куда-то, да, в какой-то там магазинчик или куда-то еще пойти. С точки зрения безопасности не заразиться. И потом разъехались все еще ко всему прочему. То есть, видимо, всех детей там на удаленку отправили, они все разъехались из города, да, то есть еще и физически не было в городе. Вот, потому что болеть, конечно же, ну как, если ребенок заболел, его надо лечить. Ну, просто к тебе в государственную клинику они не перейдут, там, по тем же причинам, почему они были, так сказать, до этого у нас, да. Не пойдут они туда, вот. Но тянули. То есть у нас же основная история, особенно совсем с мелкими, это профосмотры, вакцинации, ну, какие-то исследования. То есть это в основном профилактика. То есть наша задача, чтобы дети не болели. Да, у нас нет задачи, чтобы как можно больше, чтобы у нас болели, чтобы к нам приходили. Наоборот. Наша задача, как можно регулярнее взаимодействовать с пациентом, чтобы ни в коем случае ему не допустить, там, не дай бог, какое-то хроническое заболевание, да, или, там, пропустить профосмотр, чтобы, ну, там, ну, что-то такое, там, какой-то диагноз его потом догнал. Да, вот. Это очень важно. И вот на том моменте как раз вот это все, и оно и пропало. Потом мы не работали с ковидом, в отличие от других поликлиник, то есть мы как бы категорически не ПЦР, не эти самые вакцинации. Принципиальная позиция. Да, это, ну, потому что, опять же, дети, мы должны гарантировать, что дети приходят в стерильное помещение. Мы очень следим за тем, чтобы у нас вообще разнесены, например, да, вот эти вот пробы МАНТУ, да, или вот какие-то вот эти, вот эти, самодиазкин-тесты, ни в коем случае мы не совмещаем с, там, это отдельный день, да, то есть чтобы вот очень за этим совсем следим, да, то есть если вакцинация, то отдельный, там, собственно, прием отдельный. Ну, вот пример, как качество услуги победило бизнес-интересы, да? Да, да. Вот то, о чем ты говорила с точки зрения науков управления. Вот, и здесь мы в этом отношении, мы держим до сих пор, ну, вот пока нам, так сказать, Минздрав не разрешил, мы держали один кабинет без приема, потому что это бокс. Один кабинет, понимаешь, что такое, да, то есть неработающий кабинет в клинике, где всего их там 10 или 8, ну, это существенная потеря вот выручки, да, но мы все равно этим занимались, потому что может прийти человек, и у него окажутся температура, и тогда ты должен его просто убрать, посадить отдельно, чтобы он нигде не пересекался с, ну, как бы, с остальными. Вот. Ну, и, в принципе, у нас дни, например, которые для профосмотров, у нас в каждой клинике есть выделенные дни для этого, да, чтобы человек понимал, что он не будет пересекаться. Ну, теперь подходим, собственно, больше про преамбулу. Скажи, вот, какие вы используете метрики вот в оценке деятельности клиник? Вот, как вы оцениваете работу? Это, кстати, интересный вопрос, потому что работу конкретной поликлиники невозможно оценить с точки зрения критериев розницы. Ну, вот, глобально, как мы оцениваем, всегда розничные сети. Ну, выручка с квадратного метра. Например, да, там, ну, что-то, это неработчая история. Вот. У нас есть, как бы, несколько таких, как бы, трендов, да, по которым мы смотрим. Первое – это загрузка. Что такое загрузка? У тебя вот сто процентов помещений, которые там в восемь ты начинаешь утра работать, в восемь вечера ты заканчиваешь. Вот как эти сто процентов помещений загружаются у тебя, например, первое – расписание. Сможешь ты расставить расписание таким образом, чтобы тебе это максимально было задействовано. Второе – когда у тебя тоже поставил расписание, вторая – загрузка этого расписания уже физическими приемами, да, то есть, как бы, это уже вторая, то есть, это, как бы, конверсия от конверсии, да. И вот этот вот показатель, вот итоговый… Первый зависит от количества врачей, которые… Востребованных врачей, не просто врачей. Потому что если ты просто посадишь доктора и будешь ему платить за отработанные часы, он у тебя будет сидеть и, соответственно… Расписание формируется, собственно, в его возможности приходить в поликлинику. Расписание формируется, исходя из того, как ты оцениваешь дальнейшую загрузку. То есть, есть доктор, который у тебя, например, ну там, я не знаю, какой-то очень специфический, ну там, фантастический какой-нибудь доктор, не знаю, там, гландолог, ну, не знаю, там, по левой гланде. Ну, собственно, понятно, что не нужный тебе там полноценный его прием. Нужен, там, не знаю, три часа в неделю. Ты, значит, договариваешься с этим доктором, он у тебя… Либо он у тебя по всем клиникам, значит, ездит, такие у нас есть, и там свои часы, значит, берет, либо он просто там совмещает, где-то приходит к тебе садиться. Ты можешь его поставить на пять часов, ты можешь его поставить на два дня. Ну, как бы, а что смысл, да? Вот. А с другой стороны, если у тебя есть, например, лор, доктор, и он очень востребован, особенно там в сезон, а у тебя там всего два лор-кабинета, и если он тебе говорит, а я могу выйти только на полдня, ну, как бы, это твоя проблема, да, и ты должен тогда, соответственно, что-то с этим делать, да, либо там передоговариваться с доктором, либо искать другого доктора, либо там их бить по полдня разных сажать, да, потому что, ну, понимаешь, это две большие разницы. Вот. И здесь вопрос именно в том, что, первое, ты должен понимать, кто у тебя востребован по специальности, да, насколько, так сказать, ты будешь там, ставить ему по часам, значит, эти вот графики, и второе, чтобы ты нашел этих людей, фактически их присоединить. Ну, и вот за эту первую метрику кто отвечает? Чья это задача? Это управляющий нашей сети. Это управляющий. Да, у нас есть операционный директор, да. Дальше мы уже смотрим, опять же, вот это... Заполняемость уже. Да, совершенно верно. Дальше мы смотрим заполняемость. И заполняемость у нас там несколько там факторов. Первое, это там конверсия от звонков, или там, собственно, от физического контакта с человеком, да, то есть он там позвонил, записался, пришел. Вы умеете проследить весь путь от звонка до записи? Больше того, у нас сейчас колл-центр, у нас физически нет такого понятия, как колл-центр, у нас распределенная эта история, но все, кто на нем работает, как операторы, они имеют такой конкурс даже, да, то есть премии за это, за конверсию. То есть им нужно так поговорить с человеком, ему нужно так донести информацию, что физически он потом пришел и появился у нас по книге. Дальше это прослеживание, да, то есть, например, у пациента есть, ну там, запись, не запись, как сказать, рекомендации, да, то есть вперед, то, что ему, так сказать, на будущее рекомендовали. Нужно с этим работать, да, то есть нужно понимать, как его, как бы, к регулярности, да, к рутине к этим посещениям, собственно, привлекать. Ну и так далее. Дальше. Следующая метрика, это для нас, это тоже было откровением, потому что мы не сразу к этому пришли. Это не средний чек, это не средний, там, как это называется, на полгода чек, да, это нет, это сколько конкретный доктор приносит денег в час времени, неважно, сколько длится его прием. Это интересно, это очень интересно. Это как километра в час, рублей в час. А дальше, да, совершенно верно, а дальше ты начинаешь смотреть один и тот же, одной и той же специальности доктора. Например, у тебя сидит пять неврологов разных клиник. Один невролог у тебя за час делает, ну там, условно, не знаю, 10 рублей, а второй у тебя делает 3 рубля за час. Почему? Начинаешь разбираться. Или там, например, стоматологи детские, да, то есть каждый, ну там, стоматолог имеет вот этот свой, этот вот, ты смотришь, да, то есть почему один стоматолог у тебя делает там на 30% больше, чем все, а какие-то там, значит, у тебя есть, которые вообще там ерунду какую-то делают, да, ты начинаешь с этим разбираться. Вот, и дальше это прекрасно работает, эта история, потому что дальше ты понимаешь, что либо ты ставишь слишком большое время приема, доктор сам может его регулировать, да, либо доктор, там, не знаю, сам очень медленно принимает, ну там много, да, то есть вот таких вот вещей, либо доктор, соответственно, не соблюдает процедуру, там, не, не, есть минимальные требования, там, для того, чтобы поставить диагноз, он в этих минимальных требованиях, например, там, не все использует. Ну, ну, вот здесь вот. При этом мы не говорим доктору продавай. Мы не говорим доктору пари. Да, вот тонкой грани. Ни в коем случае, ни в коем случае. Здесь, это была наша позиция изначально, мы на этом прямо настаивали. У нас нету доктора, там, не знаю, вот этой вот, его премии от выработки. Мы не платим доктору за анализы, мы не платим за рекомендацию другого специалиста, категорически, мы платим ему за его работу. Вот, но дальше мы начинаем вот с этим разбираться. И, там, собственно, и доктору самому неприятно быть в, ну, как бы, а че это я такой, да? То есть, вот, у меня там, вроде как, коллеги вот так работают, а у меня нет. Вот. И вот выстраиваю... Да, интересно, интересно. Да, интересно. Это интересно. Первый раз. Вот, а дальше у нас еще есть тема по клиентской оценке, по клиентскому сервису у нас, мы не считаем этот, ну, так сказать, классический, вот эту классическую оценку. У нас есть такая система, мы с тобой не поговорили и, скорее всего, уже много про это не скажем, но я скажу, что у нас своя система управления клиникой, то есть, это не покупная, это самописная система, все процессы мы делаем сами. Один из процессов, он ключевой, называется система событий, система учета событий. Туда попадают абсолютно все события, например, оценки. Просто, ну, вот, человек пришел, у нас там его бот спросил, поставь оценку, он поставил, она попала в систему. А жалобы, причем жалобы любые, жалобы с сайта, жалобы с каких-то там, не знаю, там, с поисковиков, жалобы в книжку, жалобы в бот, жалобы прям физические, когда человек приходит на ресепшн, человек на ресепшн не записывает эту систему событий, и дальше мы с этим разбираемся. Вот, и здесь очень важно, и там как бы есть вот эта вот шкала оценок, понятно, что там пятерки, четверки, ну, по пяти баллям, и мы смотрим вот эту вот историю. Среднюю, да? Да, да, среднюю, смотрим, с чем она связана, понимаем, да, где мы. В основном у нас жалобы связаны с сервисом. Ну, как бы это понятно, да, то есть, слава богу, не с медицины, я про это, да. То есть, медицинских жалоб практически, ну, там, очень мало, если берем весь объем. А дальше ты понимаешь, да, что... Вот здесь вот, как бы, вот такой косяк у нас был, там, сервисный, да, его можно поправить вообще на будущее. Да, значит, ну, как бы ты его там, собственно, просто забираешь и правишь, да, вот такая логика. Вот, и здесь, в этом ключе тогда ты комплексно к ситуации подходишь, да, то есть, у тебя есть, как бы, вот эти вот, ну, высказать, оценка с точки зрения самого движка бизнеса. Да, эффективности. Да, эффективности. Оценка с точки зрения качества. А медицинскую часть у нас контролируются, у нас эксперты по каждой специальности, по всей сети. У нас нет такого, как, ну, там, главный врач одной клиники. Ну, даже бессмысленно. У нас главный менеджер одной клиники есть, администратор, да, а врач у нас, например, главный невролог, главный лор, ну, отолиноларинголог, там, главный офтальмолог. И он следит по всей сети, следит за качеством оказания медицинских. Он смотрит карты? Да. Выборочно или тотально? Выборочно. Тотально нет, тотально невозможно. Мы смотрим выборочно, система ему выкидывает карты, он в этих картах вставляет замечание доктору, который эту карту, ну, как бы, вёл. Доктор видит, ему всплывает, когда он приходит на рабочее место, ему всплывает, значит, там, огонёчек, если что-то не так, он возвращается, правит или, там, собственно, понимает, в чём замечание. Вот так это всё отрабатывается. Понятно, что если у доктора регулярные огонёчки загораются, то с доктором, значит, проводится отдельная работа, опять же, врачом-экспертом. По большей части нам удаётся. Ну вот, продолжая тему IT, которую всё-таки обещал затронуть, действительно бросается в глаза, вот, когда я зашёл на сайт и изучал его, большое предложение, скажем так, технических новинок, можно так назвать, это там и виджеты, и записи через боты, и своя электронная медицинская карта. Вот это, так задам вопрос, это дань трендам и моде или реально работающие инструменты? Вот насколько они, насколько они эффективны? Это наоборот, это трендмейкеры. Мы их сделали сначала, как бы, это была наша подручная, как бы, история, и тот же бот в Телеграме, например, нам просто, так сказать, ну, условно нашим, моему супругу и разработчикам, было лень писать собственное какое-то там приложение, они сделали бот в Телеграме. Оказалось, что это очень удобно, очень, так сказать, в тренде и гораздо более удобно, чем иметь приложение на телефоне, да, вот, которое ты должен установить, потом в него уходить. И найти его через сотен других приложений. Абсолютно. И когда мы сосредоточились на этом боте в Телеграме, выяснилось, что там можно делать абсолютно все, вот просто все. То есть там можно человеку, у нас есть еще такая сервис, такой, как поддержка, поддержка внутри Телеграма. То есть это другие люди, не те, которые на колл-ц, ну, в смысле, они все могут быть одними и теми же в разное время. Да, у нас такого нет, что ты только специалист там такой. Вот. Они в определенное время заходят в этот вот сегмент поддержки, и ты в этот бот даже можешь написать просто буквами, что угодно, да, то есть там, не знаю, у меня там правые ноздря там чешутся, что мне делать. Они тебе ответят, да, или там ты можешь нажать на, там, типа, дай мне мои документы, выгрузи мне все мои медицинские документы. Или ты там можешь, не знаю, там записаться к такому-то врачу в такую-то клинику. Да, это оказалось прям очень удобно. Вот. И у нас была задача познакомить пациентов с этим. И за счет того, что мы знакомили пациентов с этим, прям вот каждый пациент, который приходил, мы на ресепшн и делали такой, ну, как бы мини-обзор быстренько. Показывали, остановили бот, у нас процентов, наверное, сейчас 35 записей идет без участия сотрудников. Вот. И это много, и это с нашей точки зрения еще большой прогресс с точки зрения того, что как бы самому пациенту это очень удобно. Они уже просто сами заходят в этот бот, там, посмотрели, там, запись неудобно, отменили, перезаписались, ну, и вот вообще просто прекрасно. Вот. Что касается, вообще, в принципе, подхода к удобству, это один из, ну, как бы, мы делаем все, чтобы тебе было удобно. Что тебе удобно? Тебе удобно вообще не думать, где у тебя медицинские документы. Они у тебя всегда здесь. Хочешь, принеси все свои, там, из других клиник документы, мы их подольем, они у тебя все здесь будут. Ну, как бы, нет проблем. Хочешь, сам подлил. Да, то есть, ну, вот так. Вы планируете интегрироваться с государственными сервисами по ухранению данных? Потому что активно же в эту сторону. Они планируют. Они планируют. Я, ну, как, ну, во-первых, сейчас больничные листы и, как бы, справки, в любом случае, да, то есть, мы же, они у нас теперь электронные, да, то есть, у нас, ну, эта интеграция, понятно, что она есть. Дальше будем смотреть, то есть, здесь вопрос, ну, скажем так, взаимной выгодности, да, то есть, зачем это нам, зачем это им понятно, зачем-то нам пока не очень. Вот. Будет зависеть от того, как это будет все проходить. Здорово. Ну, в завершение нашей встречи, я в прошлом интервью с Владом Шостобоем и с Дмитрием Фоминым задал вопросы, на которые они посмотрели круглыми глазами, но потом ответили, было интересно. Что бы ты изменила в системе здравоохранения России, чтобы она стала более эффективной и конкурентоспособной? Ой, не на полминуты ответ. Ну, у тебя 30-10. Но, реально, отношение к пациенту и отношение к врачу. Вот честно, отношение к врачу. Потому что можно создать какие угодно космических оснащений, значит, эти поликлиники, они сейчас действительно стали хорошие. Но пока мы будем к доктору относиться как к рабочей силе, как сотрудник, который отрабатывает, отрабатывает, отрабатывает. Это будет ерунда. Мы вложились. Спасибо тебе большое. Это тебе спасибо. Мне было безумно интересно. Я надеюсь, что нашим зрителям тоже это было полезно. И вы сделаете для себя... Всегда рады. Мы вообще открыты. Мы всегда заваживаемся в гости. Это очень здорово. Можно, я думаю, что приходить, делиться опытом и смотреть то, что называется лучшие практики. А клиника Преамбула заслужила звание того, чтобы называться лучшей практикой в своем сегменте в Москве. Спасибо. Спасибо большое.